ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И приходит к выводу – слепота – следствие тяжёлой психологической травмы. Гефрейтор умоляет врача поскорее вылечить его и отправить вновь в окопы. И тогда профессор Фостер решает прибегнуть к гипнозу. Пациенту возвращается зрение, но у гипнотерапии выявляется неожиданный побочный эффект. До конца жизни Шикель Грубер будет уверен – он один из величайших людей в мировой истории. Человечество запомнит самоуверенного ефрейтора под именем Адольф Гитлер. Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследовать. Каждый из нас подвластен внушению. У меня не было случаев, чтобы кто-то мне не поддавался. Уникальный эксперимент программы. Пальцы растопырьте, ещё сильнее растопырьте. Под гипнозом наш организм работает иначе. Это отключение аналитических способностей. Гипноз позволяет нам путешествовать в прошлое. И менять будущее. Обретать новые цели, новые мотивации. Лишает нас воли. Они хотят быть во власти другого человека. И придаёт силы. Я вас обожаю. Тайны мира. Гипноз. Ещё в древности говорили, слово можно не только излечить, но и убить человека. Гипноз – это воздействие на человеческую психику. Результат такого влияния со стороны очень похож на чудо. Всё внимание на маятник. Ваше тело расслаблено. Вы чувствуете покой. Покой и тепло. Сработало. Со стороны выглядит, как цирковой трюк. Не правда ли? Вот уже более двухсот лет учёные ломают голову над вопросом. Можно ли с помощью гипноза управлять человеком? Есть доводы за, но есть и против. Тервиши из ордена Рифая проделывают чудеса с собственным телом. Они режут и прокалывают себя ножами и огромными иглами. Но острая сталь не оставляет следов на их телах. Это не кадры хроники. Эти люди живут в наше время. Среди нас. Не может быть. Камера беспристрастно фиксирует все детали. На телах гервишей ни капли крови. И на их лицах нет масс боли. Посмотрите. Этот человек протыкает огромным кинжалом свой череп. Нож торчит из его головы. Абузар Ибрахим Такамар, глава культурной миссии Исламской Республики Иран при посольстве в Москве, объясняет феномен тервишей их глубокой религиозностью. Полным отказом от земных страстей ради духовного совершенства. Это состояние нормальное состояние верующего человека. Ничего темного, грязного в их сердцах нет. Исследователи этого феномена склонны считать. Подобное возможно лишь при высоком уровне владения самогипнозом. Гипноз прежде всего. Это некое фазовое состояние нашего организма. Это естественное состояние нашего организма. То есть это не что-то искусственное, не болезненное, не патологическое. Значит, не только тервиши способны блокировать боль. Еще в 19 веке без гипнотизера, который вводил человека в транс, не обходилась ни одна хирургическая операция. Пациент мог умереть прямо под скальпелем от болевого шока. Это сейчас наркоз какой хочешь. Тогда же этого не было ничего. Тогда максимум, что делали, это давали больному, которому надо, допустим, отрезать конечность, давали залпом выпить пол-литра водки. Мало кто знает, но автор трюмушкетеров Александр Дюма был неплохим гипнотизером. Известно, что он принимал участие в операции по ампутации ноги молодой француженки. Александр Дюма под руководством хирурга Жюля Клёк-Лаке. Он проводит ей анестезию, тот отрезает ей ногу. Она чувствует прикосновение, но не боль. Может быть, дервиши демонстрируют нам всего лишь цирковой трюк? Многие полагают, что это именно так. Но профессор Михаил Буянов утверждает, гипнотическую анестезию можно вызвать и у обычного совершенно нерелигиозного человека. Участвовать в эксперименте согласилась сотрудница нашей редакции. У нее сознание не будет нарушено, ничего, никаких у нее переживаний особых не будет. Она не будет чувствовать то, что я буду делать, но будет чувствовать легкое прикосновение и больше ничего. Профессор Буянов вводит девушку в гипнотический транс. Удивительно, всего несколько секунд и сотрудница нашей программы готова выполнять волю гипнотизера. Закройте глаза, пальцы растопырьте, еще шире, еще сильнее, еще сильнее растопырьте. Внимание! Гипнотизер пронзает руку девушки иглой шприца. насквозь. Но ощущения были такие, как будто бы игла вошла, ну, миллиметра на два, может быть, максимум на пять в руку. И когда я открыла глаза и увидела, что рука прокол просто насквозь. Но гипнотик не чувствует боли. Рука в месте прокола почти не кровоточит. Вытаскиваем, все нормально, все хорошо, все нормально. Откройте глазки, посмотрите, поделайте так вот руками. Все нормально, все хорошо. Девушка не почувствовала, как стальная игла пробила ей руку. Она просто не может в это поверить. Это гипотоксия или каталепсия. Это более тяжелые, более выраженные, более сильные внушения. Сознание может быть ясное, может быть сонное, какое угодно. И в это же время можно вызывать анестезию, обезболивание. Михаил Буянов предлагает продолжить эксперимент. Он готов повторить известный трюк многих эстрадных гипнотизеров. каталептический мост. Это мгновенная каталепсия. У нее позвоночник одеревенеет, и все будет нормально, и все хорошо, и она не будет испытывать ничего. Особенность данного эксперимента будет заключаться в том, что наша сотрудница не погрузится в гипнотический сон. Она останется в сознании. Так, встаньте, пожалуйста. Прижмите руки к туловищу. Сильнее, сильнее. Всего несколько секунд, и девушку словно деревянную доску можно положить между двумя стульями. И кладите на тот стул. Ну, она леденькая. Невероятно! Как такое возможно? Вот это классическая гипотоксия, но гипотоксия мгновенная. В это время происходит одеревенение мышц регулирующих позвоночник и регулирующих руки. Во время сеанса девушка слышит слова гипнотизера и отдает себе отчет в том, что с ней происходит. Мы называем это гипнотическое состояние или фазовое состояние, когда человек находится внешне между сном и бодрствованием. На лице девушки нет напряжения, несмотря на то, что такая поза не характерна для отдыхающего человека. Разум был абсолютно ясный. То есть я все абсолютно понимала и что происходит. Я никаких перемен абсолютно не почувствовала. Вот она сейчас замерла, зная, что я ей принесу только пользу, никакого вреда. И самое главное, она самоутвердится в своих глазах. Она поймет, что ей под силу многое. По словам Михаила Буянова, он задействовал у подопытной древние механизмы самозащиты человеческого организма. Мнимая смерть, как и мимикрия у некоторых животных, помогала выживать нашим далеким предкам тысячи лет назад. Мозг хранит эту информацию, и мы можем ей пользоваться в любой момент. Эксперимент с нашей корреспонденткой тому явное доказательство. Сейчас мы ее выведем из этого состояния, только вы мне помогите. Так, все разжало, все нормально, все хорошо. Гипноз, вымысел шарлатанов или научно доказанный факт? Этот вопрос люди задают себе уже более 200 лет. Именно к событиям 200-летней давности обратился канадский кинематографист Роджер Споттисвуд в кадре Вена середины 18 века. Здесь в одном из домов, расположенных на загородной улице, происходит необъяснимое с человеческой точки зрения событие. Словно в библейских легендах, люди здесь исцеляются от болезней, против которых бессильна традиционная медицина. вставлялась целая куча всяких магических действий. Отсюда появились тайны. На самом деле это вербальное воздействие, то есть речевое воздействие, которое позволяет человеку войти в гипнотическое состояние. Десятки пациентов и сотни зевак каждый день собираются перед домом, в котором доктор Фридрих Антон Мессмер проводит первые сеансы магнетизма. Вот до него не было врача, который бы этим занимался. Своё искусство врачевания Мессмер объясняет волшебными свойствами обыкновенного магнита. Именно в таком мешочке Мессмер носил на шее кусочек магнита. Доктор отдавал себе отчёт. Магнит не имеет никакого отношения к его новому методу врачевания. Но обыватель требовал объяснения чуда. Мессмер когда что-то объяснял, он объяснял исходя знания то и после. Поэтому он объяснял магнитами, планетами, флюоридами, ещё там всякими какими-то явлениями, которые потом наука не нашла, не подтвердила. Мессмер лечил людей магнетизмом, но сам до конца не понимал, как ему это удается. Очевиден факт. Человечеству приоткрылась новая тайна возможности организма. Научные светила скептически встретили заявление Мессмера. Была даже создана специальная комиссия. Её задача выяснить, кем на самом деле является доктор Мессмер. Гениальным врачом или шарлатаном. Кончилось всё тем, что Французская Академия Наук в 1784 году признала магнетизирование жульничества. Первооткрыватель осмеян толпой, которая боготворила его всего несколько дней назад. Мессмер разорён. Вскоре он покинет родину и умрёт в изгнании. Но обнаруженное им явление не забыто. Магнетизм продолжает будоражить воображение и учёных, и простых людей. В 1843 году шотландский учёный Джеймс Брей впервые вводит в научный словарь термин гипноз. Со времён Мессмера прошло более двух столетий. Но и сегодня есть люди, которые утверждают, именно гипноз избавил их от серьёзной болезни. Галине Александровне Малевой пришлось довериться гипнотерапевту. У неё не было выхода. Правый глаз в результате травмы перестал видеть ещё в детстве. Потом у меня умерла дочь. Ей было 19,5 лет. Это был очень большой стресс для меня. Конечно, у меня тут начались сразу проблемы. Левый глаз закрыла катаракта. Женщина с ужасом понимает, остаток жизни она может провести в темноте. срочно требовалось хирургическое вмешательство, но офтальмолог предупредил, исход операции он расценивает как 50 на 50. У меня решалась судьба, ведь мне врач сказал, что в течение года я слепну. Галина Александровна попробовала на себе все лекарства, которые должны остановить рост катаракты. Но медикаменты не помогали. И когда женщина отчаялась, судьба подарила ей еще один шанс. Объявление в газете гласило, возвращаем зрение в любом возрасте без медикаментозного и операционного вмешательства. Так Галина Александровна попала на сеансы гипнотерапии. За сколько можно сеансов убрать ту или иную проблему зрительного восприятия? Я не могу ответить, потому что причин рождающих то или иное состояние очень много. И очень сложно сказать, насколько человек легко будет расставаться с этой причиной. Результат превзошел даже самые смелые ожидания. Катаракта почти исчезла. Правому глазу стало возвращаться зрение. Тому самому глазу, который после травмы ослеп еще в детстве. Глаз, который не видел 57 лет, не только различает свет и тень, но и видит врача, который вернул этому глазу зрение. В первый момент вообще не понимала, почему я должна видеть этим глазом. А потом, конечно, до потолка готова была прыгать. Когда Галина Александровна пришла на прием в районную клинику, окулист долго не мог поверить. Выписанное им лекарство никогда не оказывало такого волшебного эффекта. Если бы не вы, уже 15 лет я была бы слепая. А так вы вернули мне зрение. Психиатр Михаил Буянов внимательно изучил этот видеоматериал и скептически отнесся к истории исцеления Галины Малевой. Не описано ни одного случая, чтобы кто-то вылечил. То есть провести эксперимент, пожалуйста. Но чтобы вылечить, такого еще нет. Потому что лечится это не гипноза. Но Галина Александровна утверждает, она действительно прозрела. И этот факт женщина считает чудесным исцелением. Но гипнологи свою работу чудом не считают. Они уверены, тайна гипноза скрывается в мозге человека. Наш мозг удивительный орган. Ведь его масса составляет лишь 2% от общей массы человеческого тела. но при этом расходует около 20% всей потребляемой организмом энергии. В 10 раз больше. Для чего? Эту информацию наш мозг не только получает каждую секунду, но и обрабатывает. Левое полушарие отвечает за логические операции, правое за воображение и ассоциативное мышление. То есть если вы мечтаете, работает одно полушарие, если решаете математическую формулу, другое. Допустим, вы весь день провели в интернете, общаясь с виртуальными друзьями. Вы не разгружали вагонов и не рыли лопатой траншеи, но к концу дня сильно устали. Почему? Все дело в том, что весь день у вас активно работало только одно полушарие. К концу дня одно из полушарий начинает хуже снабжаться кислородом и возникает стресс. Такой стресс мы привыкли называть обыкновенной усталостью. А всего-то и нужно было ненадолго сменить род занятий. Церемодействие между полушариями мозга тут же приходит в норму. Вы ощущаете уже не болезненную, а приятную усталость. Вам хочется лечь и уснуть. состояние гипноза отчасти схоже со здоровым сном, но только отчасти. Что есть гипноз? Моя личная версия, что это способность производить впечатление. Ни отпечаток возникает в сознании человека, в его душе, в его чувствах, в его эмоциях. Отпечаток в сознании, такой же, как эта фотокарточка, на которой мне четыре. Нет, три годика. Вот видите, без подсказки никогда бы не вспомнила. И подсказка вот она здесь, на обороте. Чернила слегка выцвели, но всё равно хорошо читается. Я расстрою все тайны. В структуре МВД есть специальный отдел, сотрудники которого используют гипноз в профессиональных целях. Методика гипно-репродукционного опроса выглядит так. Жертву или свидетеля преступления погружают в гипнотический транс и помогают вспомнить мельчайшие подробности, которые помогут раскрыть уголовное дело. Криминалистический гипноз мы его разработали на базе обычного лечебного гипноза. Сначала вводится человек в гипнотическое состояние, а потом мысленно он возвращается в тот день, час, когда на него было произведено или произошло действие. В целях безопасности не будем показывать лицо этой женщины. У нее есть основания беспокоиться за свою жизнь. Человек, который едва не решил ее жизни, недавно освободился из колонии строгого режима. Я не знаю, как себя обезопасить. Сдерживая слезы, девушка все-таки решилась рассказать о том, что произошло с ней и ее подругой семь лет назад. 2004 год. Трасса на границе Московской и Калужской областей. Две подруги после вечеринки пытаются добраться домой, ловят машину. Родители мои тоже ездили на попутках с Жукова доехать. Ну, то есть, это нормально было. Естественно, угрозы я никакой не чувствовала. Когда рядом с девушками остановилась машина, они договорились о цене с водителем и не придали значения тому, что в салоне уже был пассажир. Ехать было недалеко и подружки дорогу знали, поэтому сильно удивились, когда водитель свернул с трассы в лес и остановился в глухом месте. Девушек попытались изнасиловать, но они стали отчаянно сопротивляться. И тогда изверги дали выход своему гневу. Одну девушку убили сразу, вторая девушка тоже оказывала сильное сопротивление, у нее была черепно-мозговая травма, и преступники подумали, что ее убили и уехали. Придя в себя, чудом оставшаяся в живых девушка добралась до дороги. Водитель попутки доставил ее в ближайшую больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Когда пострадавшая очнулась, следователи попытались расспросить ее о подробностях минувшей ночи. Но пережитый стресс был настолько силен, что девушка не могла вспомнить ни одной важной детали. И тогда сыщики решили обратиться к услугам гипнолога. Человек в гипнотическом состоянии очень легко может рассказать о том событии, про которое он не хочет вспоминать. Гипнолог погрузил потерпевшую в гипнотический транс и шаг за шагом помог ей вспомнить события того страшного вечера. Салон. Я вспомнила цвет салона. Потом я вспомнила очень важную деталь, на мой взгляд, это вот, что висело украшение на лобовом стекле рядом с водителем, сидение на переднем сиденье рядом с водителем. Но этих деталей было недостаточно для того, чтобы найти убийцу. Гипнолог Алексей Скрипников несколько часов формулировал для пострадавшей вопросы, чтобы помочь ей вспомнить все. Я не спала, не гипноз, я все помнила, все слышала, мне вопросы задавали. Но почему-то вот до этого я не могла ответить на эти вопросы. Во время сеанса я отвечала на них достаточно четко, и я видела то, что вспоминала то, что происходило и отвечала на вопросы. Первая важная деталь, которую вспоминает девушка, марка машины Волга. И следом еще одна удача имя одного из нападавших. Вспомнилось, что одного Игоря звали, мы проверили все Волги, это данные марки, и как раз вот вышло, что такая машина зарегистрирована на Эрзе Менгеля. Остальное было делом техники. К владельцу машины немедленно выехал наряд сотрудников милиции. Люди вели себя очень спокойно, уверенно. И когда мы проводили те или иные следственные действия, по ним нельзя было сказать, чтобы они не верничали. Убийцы были уверены, свидетелей нет. Но после сеанса гипноза жертва смогла опознать нападавших и стала единственной свидетельницей обвинения в суде. Старший из братьев Эрзиных получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, младший 7 лет. Буквально в течение двух суток по сути дела раскрыли это преступление. После этого случая сотрудники правоохранительных органов стали приглашать Алексея Скрыпникова расследовать запутанные дела. Иначе как волшебником не называли. Это я. Это я волшебник. Волшебник. Вот. Я расстроил все тайны. Как читаются отпечатки образов в сознании? Реально ли вообще выудить их из нашего мозга? Мы решили провести эксперимент и проверить так ли это на самом деле. Дмитрий Леонов менеджер среднего звена одной из торговых сетей. С недавних пор стал раздражительным и вспыльчив по малейшему поводу. Дмитрия уволили с работы за грубость по отношению к клиентам фирмы. Психологи не смогли помочь пациенту и Дмитрий решил обратиться к гипнотизеру Игорю Зыгину. Сейчас проведем с вами сеанс агрессивного гипноза. Я хотел бы, чтобы этот сеанс был керапевтичным для вас. Гипнолог Михаил Буянов в очередной раз объясняет никакого волшебства здесь нет. Во время гипнотического транса пациент глубоко погружается в собственное подсознание. И хотя внешне выглядит отрешенным и даже заторможенным в действительности разум его лишен любых ограничений и способен решить практически любую задачу. Человек находится в особом состоянии как бы сна. То есть он с одной стороны спит, а с другой стороны то, что ему надо, он все воспринимает. Закрываете глаза и чувствуете, что ваше сознание начинает уходить в какой-то другой. Другие миры, бессмертие души, жизнь после жизни. Реинкарнация это понятие широко используется в индуизме и буддизме. Согласно этим верованиям человеческая душа после смерти возрождается в новой телесной оболочке. Сначала мы попадем в одну из ваших прошлых жизней. Там можно будет с издержанностью поработать, посмотреть аллергические реакции. Возможно, там были некие эпизоды, когда мы отработаем полностью этот блок, мы доходим до момента умирания прошлой жизни. Гипнологи уверены, с помощью сеанса регрессивного гипноза можно не только путешествовать во времени, но и корректировать ошибки, которые мы совершаем в реальной жизни. Так ли это на самом деле? Не будем забегать вперед. Именно концентрация сознания пациента на словах гипнотизера и представляет наибольший интерес для официальной науки. Почему в реальной жизни человек зачастую не желает выслушивать советов, а в состоянии транса готов подчиниться практически любому приказу гипнолога? На этот вопрос еще в начале 20 века попытался ответить русский ученый и физиолог Иван Павлов. Иван Петрович предположил, что практически все области коры головного мозга находится состояние торможения и поэтому воздействие коронала оказывается более сильным. То есть во время транса профессиональный гипнолог способен снять все ограничения, которые пациент сам поставил себе в реальной жизни. А если ограничений нет, то возможно все. Смотрите, гипнолог подготавливает участника нашего эксперимента к погружению в глубокий транс. Из каждого воспоминания вы можете обратить внимание на то, что эти воспоминания все более яркие. Дмитрий в гипнотическом трансе. Это пограничное состояние между сном и явью. Ровное дыхание, чуть замедленное сердцебиение. Со стороны может показаться, что пациент спит. Но это не так. Гипнотизер утверждает, во время сеанса регрессивного гипноза пациент настолько глубоко погружается в собственное подсознание, что может вспомнить, кем он был в прошлой жизни. Действительно ли это так? Понаблюдаем за сеансом. Я попрошу вас увидеть, что вы идете по широкому широкому полю. вы вдруг замечаете, что ваше тело с каждым шагом становится все более легким. Дмитрий находится в трансе уже два часа, но к разгадке проблем пациента гипнотизер еще не приступил. плавно переместиться в тот момент, когда вы уже были и вас при этом еще не было. Сейчас вы находитесь в животе своей мамы. Подскажите, что вы чувствуете? гипнотизер продолжает погружать Дмитрия в регрессию все глубже. Специалист утверждает, что сейчас он ведет пациента через темный тоннель, который соединяет настоящую и прошлую жизни мужчиной. Может быть вы осознаете, кто вы сейчас, мужчина или женщина? Мужчина. Загубки топор. Сколько вам лет? 35. Что вы делаете сейчас? Собираюсь готовить трава. Дмитрий достаточно подробно описал гипнологу, что в прошлой жизни он был сельским жителем, держал скот и продавал его на городской ярмарке. Очень похоже на выдумку, но у гипнологов своя точка зрения на этот счет. Нет, это не сказки, это все делается. Этот регрессивный гипноз, он связан в основном с психоанализом. Сеанс регрессивного гипноза длился больше четырех часов. За это время Дмитрий успел вспомнить множество мельчайших деталей эпохи, в которой оказался во время погружения в транс. Психотерапевты утверждают, такие путешествия в прошлое благоприятно сказываются на пациентах. Я верю в то, что я делаю, и эта вера переходит на того пациента, кто ко мне допустим приходит. Очень интересные техники могут быть в гипнозе, очень необычные. Чисто внешне это выглядит как чудо. Гипнотизер Игорь Зыбин лишь помог Дмитрию переосмыслить содержание воображаемой картины жизни. Теперь уволенный менеджер, пользуясь подсказками из своего подсознания, может кардинально изменить свою жизнь. Любую ошибку можно исправить. Это главное правило каждого гипнолога. Когда я сейчас заступил за эту черту более глубоко, настолько осознанность того, что мир широко объемен и мы порой просто себя окружаем в какой-то кокон заворачиваем, не видим, не слышим, не чувствуем. Я расстрою все тайны. Ученые давно заметили, такие опыты лучше проводить в группе единомышленников. Это еще одна из важнейших особенностей гипноза. Ввести в транс группу людей значительно проще, чем каждого в отдельности. Во время группового сеанса те, кто уже поддался внушению, будут оказывать дополнительное влияние на менее гипнабельных соседей. По личному опыту, и не только по личному опыту, а по опыту любого гипнолога профессионального, я могу сказать, чем больше народ, тем легче с ними работать. Появляется новое совершенное явление. Это явление называется взаимная индукция. Однажды Геннадия Гончарова пригласили выступить перед сотрудниками Комитета государственной безопасности СССР. Гипнотизер не знал, что чекистам была дана твердая установка не поддаваться на манипуляции со своим сознанием. Я делаю тест нажатия рук, все выполняется положено, играют роль, имитируют, и вдруг, вопреки всему, возникает стадия противодействия. То есть парень хочет разжать пальцы, они сжимаются очень сильнее. То есть срабатывают мышцы антагониста. Ему дана команда их разгибать, а они сгибаются. Чем сильнее он пытается их разогнуть, тем сильнее сжимаются. То есть он не может расцепить своих рук. Геннадий Гончаров потом объяснял высоким чинам из КГБ. Есть закономерность. Чем сильнее человек сопротивляется погружению в транс, тем легче попадает под волю гипнотизера. Если такой эксперимент ставится на группе людей, то задача гипнолога упрощается. На массовых сеансах гипноза я устроил такое шоу, допустим, под гипнозом внушал людям, чтобы они пели, танцевали, или там говорили, что дважды 2729 зал воспринимается как одно единое живое существо. Как единое существо Адольф Гитлер воспринимал весь немецкий народ. Как ему удалось подчинить толпу своей воле? Специалисты выдвигают версию. Всему виной талант гипнолога Эдмонда Фостера. Человек, который погрузил в состояние глубокого гипноза, внушил ему, что он станет с этого кресла великим человеком. Это был социальный своего рода такой эксперимент, и это получилось. Вернув себе зрение после нескольких сеансов гипноза, Адольф Гитлер уверовал в то, что способен подчинить своей воле миллионы людей. Природ природную застенчивость Гитлер выжимал из себя по капле, тренируясь перед зеркалом. Вот так он репетировал жесты перед публичными выступлениями. Поклонение жрецам, поклонение вождям, поклонение определенным людям, безусловно, несет себе перевод человека в некое гипнотическое состояние. Толпа это легкая добыча для талантливого манипулятора. Цель следующего эксперимента понять, может ли человек, не погруженный в транс, выполнять волю гипнотизера. Елена студентка Московского института кинематографии. Девушка уверена, гипноз на нее не подействует. Цель эксперимента проверить, может ли гипнолог воздействовать на подсознание человека, который даже не погружен в гипнотический транс. Здравствуйте. Вы согласны участвовать? Очень хорошо. Итак, мы касаемся вашего лба, нервными, тяжелыми ветерами, плавные начатки. Постепенно у девушки расслабляются сначала пальцы рук, кисти, предплечья, затем голени и бедра. Повинуясь словам гипнотизера, она все глубже погружается в состояние отдыха и покоя. Замечательно. Глаза закрыты, мы отключились от внешнего мира. Абсолютно ровное, спокойное дыхание, не дрожат веки. Гипнотизер подготавливает девушку к выходу из гипнотического транса. Его задача сохранить постгипнотическое внушение пациентки, когда высота будет находиться в сознании. Мы попробуем сделать так, чтобы ваша рука не чувствовала боли какое-то время. Ваша правая рука абсолютно не чувствует боли. Как будто рука находится в кожаной перчатке. Вы чувствуете, на руке появилась такая перчатка кожаная, даже если иголкой уколоть, чувствительность абсолютно слабенькая, как сквозь перчатку. Гипнотизер выводит испытуемую из транса, но эксперимент продолжается. Внимание, один, два, три, глубокий вдох. Вытянули руки перед собой, жали в кулаки, потянулось и даже улыбнулось. хорошо. Теперь со свечой, если мы попробуем. Не боитесь? По условиям эксперимента девушка должна затушить свечу пальцами и не почувствовать боли. Но след от пламени свечи остался на ладони девушки. Вот он. Находясь в состоянии постгипнотического внушения, Елена даже не почувствовала, что играла с огнем. Скажите, было ли вам больно? Нет, боли не было. Вообще не было? Вообще не было. И что, вы не чувствовали вот что-то огонь? Ну, совсем нет. Ничего не больно, ничего. Молодец. Хорошо. Гипнотизер уверяет, ничего сверхъестественного не произошло. Обычное постгипнотическое внушение. Повинуясь словам гипнолога, девушка переключилась и не только не почувствовала огня, но даже не получила ожога. Ну, честно говоря, я думала, что это все неправда. Я на самом деле не чувствовала никакой боли, я вообще не чувствовала огня. То есть он сказал там поиграй с огнем, там проведи пальцем, я провожу и вот как будто воздух. Что и требовалось доказать, находясь в сознании, Елена выполняла команды гипнотизера. Шарлатанство или научно подтвержденный факт? В этой чаши очевидные плюсы гипноза в этой минусе. Чаша плюсов пока заметно перевешивает мой скепсис. Но как дорого гипнологам обходится их дар и желание помогать людям? В начале 90-х годов Геннадий Гончаров выступал с гипнотическими сеансами перед многотысячной аудиторией. В доме культуры, где проходило очередное выступление, неожиданно отказала система вентиляции. 80-летнему ветерану войны стало плохо с сердцем. Смотрю после меня не нравится мне эта ситуация, то есть в обмороке почти что. Я беру этого человека за руки и просто отдаю ему свою жизненную энергию, свое тепло. У меня навстречу идет холод и такой укол в сердце и я чувствую, что туда мое тепло дошло, до его сердца. Я чувствую, что я отдал свое тепло и этот человек ожил. К моменту, когда в зале появились врачи скорой помощи, ветеран уже пришел в себя и без помощи санитаров смог дойти до неотложки. Геннадий Гончаров закончил выступление с трудом, на силе воли, но даже у коллег гипнологов на этот счет есть другое мнение. Излечивают врачи, а не гипноз, излечивают не методы, а специалисты и самое главное знать, когда что надо использовать. Если врач плохой, то каким бы он хорошим генетизером не был, толку от него мало будет. Я расстроил все тайны. может ли человек во время гипнотического транса влиять на биохимические процессы собственного организма? Некоторые гипнологи утверждают. Мы решили это проверить. Андрею еще нет и 30, но визит к врачу для него обычное дело. 10 лет я стал испытывать жажду, очень много пил, диагноз, сахар, диабет. Эта болезнь в любую секунду может застать врасплох, поэтому Андрей вынужден постоянно носить с собой инсулин. Для того, чтобы перестать зависеть от лекарства, молодой человек должен по помощи гипнотерапевту. Смотрите, я думаю, наш сеанс гипноза займет, наверное, минут 30-40. Врачи, современные медикаменты ничто не помогало. Неужели всего за полчаса лишь силой внушения гипнолог способен избавить парня от болезни, которая мучает его больше 18 лет? Станем ли мы свидетелями чудесного исцеления? Сегодня утром мере, Александр? Да. Сколько было? 9 было. Давайте сейчас поймем. Анализ крови показал. Перед сеансом гипнотерапевта крови Андрея высокий уровень сахара. Диабет. Эта болезнь связана с работой поджелудочной железы. Сахар очень высокий. 19,9. Сможет ли мозг пациента во время гипнотического транса корректировать функции этого органа? Я знаю, что такое диабет. Давайте договоримся. Если вы посчитаете, если вы сейчас сочетаете нужды, вы можете сделать себе инъекцию инсулина. Или сделаем после гипнотики. Если не сделать инъекцию вовремя, молодой человек может погибнуть. Но Андрей верит гипнологу и решает отложить инъекцию. это значит, что эксперимент состоится. Одна из особенностей гипнотической работы состоит в том, что работа, которая происходит сейчас, она будет продолжаться и дальше. Гипнолог делает установку пациенту. Выздоровление Андрея должно продолжаться и после выхода из сеанса. Ты выйдешь из этого транса. Будешь делать нормальный обычный пациент не делай. Пациент провел в трансе 40 минут. Он снова делает анализ крови. Это невероятно. Уровень сахара снизился на 10 единиц. Андрей не может поверить. Его мозг, а значит он сам способен контролировать биохимический процесс в организме. гипноз не страшная штука, да? Нет, был вот это гипноз. Ну конечно. Я как-то представлял это. А как ты можешь представлять? При гипнозе царствует бессознанно. Анализируйте и представьте себе это. Ты просто входишь определенное состояние настолько мощными компенсаторами возможностей и которые во многом нам неизвестно, что такие случаи могут быть. Это может показаться невероятным, но контролируя работу собственного мозга мы можем влиять на биохимические процессы в нашем организме. Вспомните дервишей из ордена рефария. Во время подобных опытов над собственным телом они не чувствуют боли. Как такое возможно? Ученые утверждают, когда дервиши самостоятельно входят в гипнотический транс, они способны повышать количество динарфина в крови. Этот гормон обеспечивает их тела естественной анестезией. Может ли гипноз превратить человека в послушного зомби? Ответ на этот спрос в нас. Гипнотизер лишь посредник между вашими тайными желаниями и реальной жизнью. Станьте ли вы игрушкой в чужих руках? Зависит от вас.